Дополнительное время Дополнительное время Кстати, в футбол в этом году играют на всех уровнях, не исключение и очень популярные в советское время дворовые чемпионаты. Сегодня их не просто возрождают, им уделяют особое внимание и каждый год в летний период проводят соревнования между дворовыми командами. Страсти на поле кипят еще те. Мы сходили на один такой матч, о том что увидели расскажем прямо сейчас. У Андрея Трушина есть мечта. В будущем он бы очень хотел играть в футбольной команде Центрального спортивного клуба армии на позиции вратаря. Появилась эта цель не на пустом месте. Примером для Андрея стал Игорь Акинфеев. Я нашел позицию, когда увидел первый матч сборной России и уже точно не понял, как играет Игорь Акинфеев. Мне понравилось, когда с дедушкой сидел, смотрел этот матч, дедушка сказал, смотри как Игорь Акинфеев играет. И я начал увлекаться этой игрой. На позиции вратаря Андрей играет уже 10 лет. Оттачивать свое мастерство молодой человек начал еще в детском саду в возрасте 5 лет. Как сделать вратаря непробиваемым, он знает не понаслышке. Вратарь, когда приходит на тренировку, должен сначала размяться, чтобы подготавливаться ко всем матчам и ко всем тренировкам. А вторую, он должен пройти все вратарские упражнения. Перепасовка в одно касание, лестница, различные удары и прыжки, вратарские упражнения он изучает не только ради самого футбола. После школы поступать Андрей будет в университет физкультуры на специальность тренер футбольных вратарей. Но он всегда будет помнить, что начался его спортивный путь именно с участием в дворовом футбольном чемпионате. Здесь находятся ребята и те, которые занимаются в секциях, и те, которые просто увлечены футболом, но никогда не занимались в спортивных секциях. Просто вышли во двор ребята поиграть в футбол. Поэтому здесь все, кто увлечен этой игрой. Атмосфера на этом дворовом футболе стоит хоть и дружеская, но по-спортивному напряженная. Каждая команда стремится к победе. И если на площадке сходятся две равных по силе команды, исход поединка решает спортивная удача. В Пензе прошли открытые областные соревнования детской лиги плавания по Волжье. Саров представляли воспитанники Дюшикар. Они показали отличные результаты в своих возрастных группах. Даниил Судин занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем среди юношей 2005 года рождения. Гордей Барзанов взял бронзу на дистанции 100 метров брасом среди мальчиков 2007 года рождения. Павел Бородин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брасом среди мальчиков 2009 года рождения. 30 июня, пока все были заняты подготовкой к предстоящему Дню молодежи, в Сарове прошли еще одни соревнования — триатлон. Испытания — это для самых стойких, и поэтому участников не особо много. О том, как это было и кто участвует в этом испытании тела и духа — в нашем следующем сюжете. С разбега участники ныряют в воду озера Протяжного. Цель — как можно быстрее преодолеть дистанцию и максимально оторваться от соперников. На другом берегу спортсменов уже ждет подготовленный к заезду велосипед и отрезок длиной в 20 километров. О последующем кроте на 5 километров спортсмены стараются не думать. Триатлон — спорт не для всех, и на подобных соревнованиях случайных участников не бывает. В основном участники все одни и те же, новых практически не бывает. Но это сложно, как бы здесь надо и плыть, и бежать, и на велосипеде. Ну, не все могут там себе это позволить, и велосипеды хорошие. Триатлон пользуется особенной популярностью у лыжников и даже входит в летний набор тренировок спортсменов. Наталья Бурцева в триатлон пришла как раз из этого зимнего вида спорта. Ее цель — заработать награду и, конечно же, получить удовольствие от самого процесса. Это весело, интересно, посмотреть, на что ты готов, на что готовы другие люди. Ну и вообще, как бы такой вид спорта. У нас только одно соревнование в СССР проводится. Конкуренция у девушек на этих соревнованиях минимальная. В этом году заявок от слабого пола пришло всего две. Но для Натальи это не имеет никакого значения. Даже если спортивной борьбы с соперницей не получится, всегда можно поставить цель — улучшить свое собственное время. Честно говоря, в этом году особо не готовилась, только бег тренировал. А так, в принципе, в прошлые годы велосипед катаешься, в бассейн ходишь, плаваешь. Свою преследовательницу Натальи после старта так и ни разу не увидела за спиной. Дистанцию преодолела с улыбкой и желанием в следующем году подтянуть плавание и улучшить результат. И, может быть, даже установить новый рекорд города в этом виде спорта. В прошлом году очень успешно стартовал спортивный проект на свежем воздухе «Физра». Проводит его Ольга Белошицкая, и последователей у нее в этом деле все больше и больше. Некоторые из них поделились с нами своими эмоциями. «Физра» на улице — это очень хорошо. Тут как бы комфортно заниматься, много народу, ты не один тут. И это один из поводов выйти на улицу, потому что дома, ну, мало кто занимается дома «Физрой», а здесь это организовано. В прошедшие выходные на стадионе «Экар» прошел один из самых любимых праздников — День молодежи. Тематику выбрали, конечно же, футбольную. Чего там только не было. Футбольный выберинт, семейный футбол, гигантские мячи, ворота, футбольная атрибутика и многое другое. Не обошлось и без кубка по футболу. Футболки белого, синего и красного цвета. В руках российский триколор. И пусть эти ребята не волонтеры FIFA, энергетика от них исходит такая же, как если бы они трудились на матчах чемпионата. Аня Соколова решила пойти волонтером на День молодежи не случайно. По ее словам, когда ты становишься не просто зрителем, а неотъемлемым участником праздника, это вызывает бурю эмоций. Просто отдыхать это скучно, хочется помогать людям, звать их на мероприятия. В этом году большинство интерактивных зон и площадок решили посвятить футболу. Все гости праздника смогли принять участие в футбольном боулинге, конкурсе на самый точный гол и забить мега-мяч. Те, кто проводил выходные вместе с близкими, смогли принять участие в конкурсе «Семья. Лучшая сборная». Также впервые в нашем городе прошел турнир под названием «Саров молодой». Принимал четыре команды участия. Это команда СПТУ, команда 2ЯКС, СРФТИ и команда Атфнефа. Тут кубковая система, то есть игра на вылет. Ну и, конечно, не обошли стороной и чемпионат мира. Каждый желающий смог на специальных площадках смастерить себе атрибут болельщика. В потрибунных помещениях по традиции работала фан-зона. А в 17.21 час на центральном поле стадиона Икар на большом экране показывали первые матчи 1-8 финала. Продолжаем освещать самые яркие и необычные моменты чемпионата мира по футболу. Рубрикой у нас заведует Павел Шпилько. Об игре наших футболистов со сборной Испании и многом другом ему слово. Неделю назад я утверждал, что победа над сборной Испании это что-то из рода фантастики. Ну что ж, фантастика случилась, а сборная России в восьмерке сильнейших на чемпионате мира. Впервые за 48 лет. 1 июля мы стали свидетелями настоящего исторического события. Сергей Игнашевич стал самым возрастным автором гала в свои ворота за всю историю чемпионатов мира. Россия выбрала единственно верный способ обыграть испанцев. Открытая атакующая игра привела бы к ошибкам и как следствие разгрому в стиле Евро-2008. Станислав Саламыч избрал наиболее прагматичный план действий. Схема с пятью защитниками и тремя опорниками. Было понятно, что ожидать счета 3-3 и зрелище от такой игры не стоит. Но за 90 минут испанцы не смогли создать ничего стоящего у наших ворот, просто катая мяч по периметру штрафной. Итоговый счет 1-1 благодаря двум голам нашей сборной. В овертайме испанцы уже пошли в апбанк, но атаки разбивались о крепость из наших защитников. К тому же Игорь Акинфеев поймал кураж и регулярно спасал команду на последнем рубеже. А в серии пенальти Игорь и вовсе отыгрался и за антирекорд в Лиге чемпионов, и за нелепые ошибки на прошлом мундиале. Два одраженных пенальти и сказка стала явью. Соперником для нашей сборной в четвертьфинале стала сборная Хорватии. И эта команда куда более опасна, чем Испания. Если испанцы играют в контроль ради контроля, то хорваты куда острее. Они просто-напросто перебегают автобусу сборной России. Главная сила сборной Хорватии содержится в центре поля. Тройка Ракитич, Модрич, Брозович одна из сильнейших на этом чемпионате мира. Да и на остальных позициях у них качественные игроки. Что же касается других матчей плей-офф, то там тоже творилась настоящая фантастика. Месси и Роналду отправились домой. Франция и Аргентина наколотились все мячи за матч. Сборная Англии впервые на чемпионатах мира выиграла в серии пенальти. Да даже японцы чуть было не хлопнули грозных бельгийцев. Ну а матчи четвертьфиналов уже стартовали. Сегодня проходят матчи Франция против Уругвая и Бразилия против Бельгии. А сборная России сыграет завтра, 7 июля в 21.00. Посмотреть игру вы сможете здесь, на стадионе Икар в фан-зоне. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!